Остановка производства приносит предприятию миллионные убытки. О ситуации рассказал топ-менеджмент завода имени Дзержинского. Новая схема по плотности застройки. Ситуацию с введением коэффициента обсудили застройщики и представители городадминистрации. Три с половиной сотни жалоб на действия заказчиков УФА с Приками подвел итоги деятельности в первом квартале года. РБК продолжает знакомить вас новостями Приками. Я Станислав Загайнов. Здравствуйте. Ежедневный убыток завода имени Дзержинского от остановки оборонного производства составляет 1 миллион рублей. Об этом РБК сегодня заявили представители предприятия. Об остановке выпуска продукции в связи с отзывом лицензии на оборонное производство РБК стало известно накануне. Сегодня в компании отметили, что из-за остановки производства был сорван контракт на полмиллиарда рублей, который мог бы обеспечить завод заказом до конца этого года. Сейчас 7-8 цеха, которые занимаются механической сборкой, продолжают работать. Однако на них задействовано менее половины рабочих. Порядка 400 человек из 850. Накануне представители компании отмечали, что остановка произошла по требованию управления ФСБ по Пермскому краю. По информации источников, остановка лицензии могла быть связана с расследованием уголовных дел в отношении руководства завода. Топ-менеджер завода имени Дзержинского Александр Сентябов арестован на два месяца. Городские власти предложили ввести дифференцированный коэффициент плотности застройки в зависимости от площади участка, на котором возводятся жилые дома. Альтернатива ранее озвученному предложению была представлена на обсуждении сегодня в рамках круглого стола. Суть предложения в том, что для участков земли от 1200 до 2000 квадратных метров коэффициент плотности застройки может составить полтора, для участков от 2 до 3000, показатель 2 до 5000 квадратных метров, 2,3, для участков площадью более 5000 квадратных метров, 2,5. Эти параметры были разработаны с учетом карты плотности, которая содержится в стратегическом мастер-плане города. В обосновании был представлен ряд расчетов, иллюстрирующих, почему повышенная плотность в низкоплотных кварталах приводит к дискомфорту, а именно нехватке парковочных мест или, например, площадок для детского отдыха. В рамках обсуждения представители бизнеса попросили не спешить с решением и дать время застройщикам для анализа предложенной альтернативы. Кроме того, в рамках дискуссии прозвучало предложение для каждого свободного городского участка, который в перспективе попадает под застройку, определить свой коэффициент плотности. Если сегодня администрация выставляет на торги какой-либо участок по программе развития застроенных территорий, я думаю, что эти параметры могут быть там прописаны. Какая будет плотность застройки, какая будет высотность и так далее, и так далее. Я думаю, что это они вправе сделают. А дальше уже бизнес посмотрит, выгодно покупать эту площадку или невыгодно покупать площадку. Ранее администрации города предлагалось ввести коэффициент на ограничение плотности застройки для земельных участков зонами С2, Ж1 и Ж2 на уровне 2. После публичных слушаний и обсуждений на рабочих группах было внесено более 40 поправок. В частности, коэффициент плотности застройки земельного участка предложено считать не от общей площади дома, а от общей площади жилых помещений. Кроме того, не применять коэффициент плотности на те участки, по которым соглашения с застройщиками заключены, до вступления в силу новых правил. Следующее обсуждение этого вопроса состоится на профильной комиссии, затем в июне в Гордуме. Сумма штрафов по результатам рассмотрения административных дел снизилась на треть. Представители Пермского УФАС сегодня рассказали о результатах работы ведомства в первом квартале года. На действия заказчиков у полномоченных органов, также комиссии при осуществлении закупок, в этот период поступило почти 3,5 сотни жалоб. Из рассмотренных 42% признаны обоснованными. Комиссия УФАС может рассмотреть всю закупку в полном объеме, поэтому количество внеплановых проверок в несколько раз превысило число плановых. Помимо рассмотрения жалоб по закупкам, управление рассматривает и жалобы на внесение в реестр недобросовестных поставщиков. По данным ведомства, количество лиц, включенных в реестр за три месяца 2017 года, выросло на 11% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Сумма штрафов по результатам рассмотрения административных дел, напротив, снизилась почти на треть. Общая сумма за первый квартал года превысила 660 тысяч рублей. В Пермском крае по итогам первого квартала года почти в два раза снизились показатели, введенных в эксплуатацию жилых домов. Об этом сообщает Пермстад. По итогам трех месяцев 2017 года в Прикамье было сдано более 1200 квартир общей площадью 84 тысячи квадратных метров. Это почти 53% от показателя первого квартала 2016. При этом более половины жилья, введенного в эксплуатацию в этом году, построено индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств. Спад в этом сегменте 20%. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра в квартирах составила 39,5 тысяч рублей. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на РБК. Следующий выпуск новостей уже через час. До встречи.